дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейген live суббота 10 июня время 22 часа две минуты в киеве такое же время в москве мы проводим очередной стрим с алексеем арестовичем приветствуйте забыл как меня зовут марк нет я сначала называешь за день 472 но вот решил сегодня просто пауза представить сначала тебя подождите секунду с кем мы тебя кулам с кормим так значит 51000 нас смотрят и 15000 поставили лайки между прочим пожалуйста просим всех сегодня суббота день такой что нужно пособить нам в распространение эфиры поэтому ссылки на этот эфир пожалуйста размещайте своих аккаунтов социальных сетях группах кто-то присылайте по мессенджерам это тоже сильно поможет ну и конечно ставьте лайки лайки очень-очень важны подписывайтесь на канал фейген live на канал алексей арестович на нем тоже кстати идет трансляция в описании к этому видео по имени алексей арестович вы можете пройти и подписаться на канал нашего гостя пойду-ка я смотрю что там делается на канале у этого вашего арестовича то интересно что ну хорошо хорошо что нам делается на канале до него ну может как и странно канал фейген live да 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 значит начнем мы конечно же обсуждать контрнаступление потому что ну сейчас уже как-то говорить о том что оно началось и началось вопрос вообще уже так не стоит потому что ну очевидно совершенно что в запорожье длина бахмутском направлении видимые на каких-то других уже все пришло в движение понятно что уже не первый день вот от орехова на запорожье идут атаки это как посчитать таскать все резервы использование все резервы используем будут ли еще какие-то удары по другим про не это важно важно понять ход событий как все развивается почему потому что российская пропаганда но само собой было бы и удивительно если они по другому рисовали эту картину они считают что все захлебнулось никуда никто не прошел потери гигантские там правда у них они все рынка идет разные сегодня уже все заметили что раньше там уничтожены то ли 28 танков сегодня уже 9 танков почему как-то танков становится уничтожено все меньше ну и личный состав просто воскрешают и снова этот бой ну видимо так я не знаю как это еще объяснить вот ты нам расскажи значит сейчас я должен буду решить очень сложную задачу которая заключается объяснить нашим любимым зрителям что происходит и в то же время не болтнуть лишь но поскольку я решаю уже какой день 400 знает какой значит потихоньку попытаемся сделать давайте так мы атакуем позиции противника в двух местах одно место узкий фронт это бахмут севернее и южнее его обходят наши войска давайте посмотрим на бахмут я дипстейт открыл на телефончику сейчас открываем карту вот она у нас сейчас открыта бахмутское направление а значит наберга верховка такая есть туда вот нам два часа очень такая пошла пошла такая такой выступ пошел в общем направлении на красную гору красная гора гора это ключ к позициям севернее бахмута пока наши войска и удержали те не могли продвигаться особенно сильно теперь когда наши войска и возьмут мы возьмем значит у них возникнут большущие проблемы севернее бахмута и южнее пошли на клещеевку который тоже когда-то наши держали потеряли теперь значит туда выступ нарисовываться наше командование отреагировало так что на 1400 метров продвинулись на определенных направлениях по тем условиям это очень-очень много очень поэтому там активно развивается наступление и что самое интересное развивается малыми силами на больше но за счет профессионализма боевого духа там реализуется очень этот сам реализуется но лучшее что можно было ожидать от любых войск то есть прямых лобовых штурмах наши войска берут позиции продвигать полно видео мы знаем что там третья отдельная штурмовая бригада там 68 егерская и там десантники наши значит ну вот такое направление то есть судьба бахмута для меня ясна я думаю что в обозримые сроки не буду говорить свой знаменитую две недели да но в обозримые сроки он попадет в полуокружение а дальше там станет совсем весело противника он должен будет принимать ключевое решение об его удержание либо не удержать посмотрим теперь мы смотрим южнее там где всех страшно все интересует а это направление то условно говорят красного партизана широкой балки вот там где смыкается запорожская донецкая область условно да не пардон перепутал это я авдеевка на авдейку кстати пытаются двигаться противник не получаются от угледара давайте скажем так до этого самого дом важно важно василий широкий на всем этом широком фронте наши войска атакуют противника позиции против тоже полно видео тоже полно свидетельств и полно российской пропаганды если мы посмотрим на карту дип-стейта видно что очень многие зоны дип-стейтовские специалисты а ребята там просто молодцы закрасили в нейтральный цвет серый серый что это означает это значит что наши войска выбили противника оттуда но закрепились они или нет это под остается под вопрос закрепились это было бы покрашено там совсем как у нас но тем не менее атаки хорошие новости значит что я могу сказать есть военном понять по ними в военном словаре есть такие понятия как ближайшая и последующая задача то есть подразделению даже сам маленького всегда ставится соединению ближайшая задача и последующая первая и вторая которым достижение первой задачи считается очень большим достижением особенно в условиях наступления на подготовленную оборону противника считается успехом так вот минимум в трех местах с моей точки зрения ближайшая задача выполнена внимание я этого не ожидал так быстро то есть пока у нас заламывают руки и кричат что я я все не так как на харьковской операции и мы ожидали что на второй день украинские войска возьмут севастополя они что-то не берут боже какой ужас и так далее и так далее я хочу расставить точки на тысячу первое харьковская операция была счастливым исключением нормальной нормой для войны являются долгие мясные штурмы лоб в лоб когда идет наступление на подготовленную оборону тяжелую сквозь истинная сущность войны кто кому кости переломает прямом лобовом столкновении напоминаю что осенью 20 года в армяно-азербайджанском конфликте армянские войска потеряли 3000 человек убитыми и примерно месяц на прорыв первой линии обороны противника подготовлен и это далось ну кошмарными для азербайджана потерями небольшими кошмарным и очень тяжелой крови тем не менее войну они выиграли выиграли хотя им очень тяжело это давалось 20 лет там строилась оборона это нас оборона строилась вам чуть поменьше но я честно говоря ожидал каких-то приятных новостей 7 10 сутки 12 14 то что минимум в трех местах выполнили первую задачу и то что на одном из направлений вот сейчас пришли свежие данные очень хороший прорыв российского фронта тактично тактическую глубину но тем не менее и этот вопрос закрепимся ли мы или противник нанесет контрударно прорыв есть не будем его пока показывать говорить он есть он в знаковом очень направлении очень весомым так вот он даже отражен на карте но тут я уже предпочитаю не на по принципу не навредили он там есть это вообще очень серьезно показать всего какие 3 4 сутки это очень очень быстро очень быстро поэтому я всех призываю набраться терпения набраться спокойствия набраться мужества и понимать что нормой является прорыв первой линии обороны в течение 10 14 суток в таких условиях и потери при этом неизбежны эти потери меньше несут наши войска чем можно было ожидать меньше и мы еще увидим больше потери наших войск потому что это кровавая и очень тяжелая вид боевых действий прорыв подготовлен обороны противника самый сложный это что наши солдаты и офицеры несмотря на всю тяжесть происходящего сплошные заминированные поля использование противника масса артиллерии и так далее прут вперед захватывая отбирая наши пяди и крохи честь и махалу это тяжело подниматься идти на пулеметы и на мины противника тем не менее наше это дело что касается российскую которая прикрывает что касается еще нескольких таких вещей которые как бы с одной стороны должны дать лучше понять другой стран немножко успокоить ключевым на оперативном уровне выше тактического тактические там это там десятки километров до 50 все же выше это оперативно тактически там 150 200 это уже оперативно по размах фронта и глубина на оперативном уровне это именно оперативный уровень на юге важно когда противник стронет свои резервы почему потому что резервы которые стоят в глубине если их тронуть и ввести в бой это необратимый процесс практически только после того как противник тронет свои резервы обычно выбирается направление главного удара и там сосредотачиваются наши резерв потому что противник уже не сможет тогда или очень ограниченные возможности будет имеет для того чтобы сманеврировать резервами перекинуть их на направление главного удара и высшее искусство полководца заключается в том чтобы резервы пошли не туда где будет направление нашего главного удара ввести противника в заблуждение именно поэтому наступление этот широким фронтом и они эти резервы стронули даже с херсонского направления уже пошли резервы противника туда носил кроме того в первой линии стоят лучше российские войска спецназ грудь и санники мотострелки морпехи все что у них есть для того чтобы не дать пробить первую линию это вопреки сказкам доктрине герасимова там страшное которое заключалось в том что он ставит фуфлышные части вперед а мощные части назад чтобы наносить контур даран нет они сразу то и это означает еще одну очень важную что противник еще не зная где будет направление главного удара он не знает этого чтобы он там не утверждал не приписывал и так далее не знает потому что мы еще не знаем мы еще не определились уже тронул резерв это очень опасный ход с их стороны и я не боюсь о нем говорить потому что они ничего не сделают даже посмотрев нашу передачу даже даже получив окрик из москвы и так далее так далее что это вот моя логика если ты докладываешь что радио к сожалению их ставить нельзя где она нас прорвали 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 отставить панику да что же отставить пропали прорвали укроп и пруд по лесопосадке все куда делать куда отходить где новый ноль ай-яй-яй и так далее так вот попутно наступление на широком фронте позволяет решить еще вот какие задачи она позволяет скрыть систему обороны противника замысел на оборону под это видно по резерву в руси средствами старшего командира то есть артиллерии авиации танками и резервы мы видим как они пытаются встречать нашу оборону и где они думают что у нас главный удар а кроме того они позволяют видеть эту систему обороны и нашим нашим средствам старшего командира авиации ракетным войскам артиллерии беспилотникам крыть противника особенно его что две ключевые цели артиллерийская группировка и игроку и снабжение начиная со складов расположен на грунте либо там защищенных местах и и грузовиками и тогда когда мы будем логистику мою когда мы будем артиллерию а мы и выберем то дальше сработает закон больших чисел бог на стороне больших батальонов на капри таки при подготовленной обороне никакие были блестящие маневры с пробиванием и так далее к харьковской операции не работает работает только постепенное накопление потерь на определенном участке дальше все по гегелю изменения накапливается постепенно реализуется скачкообразно в какой-то момент хрустнет поломается в определенном месте там будет нормальный такой прорыв мы расширим обеспечив фланги и туда зайдут бригады про бригады которые будут развивать оперативную спирт так вот я хочу сказать очень важную вещь несмотря на то что путь путин там булькает что украина тронула свои стратегические резервы наши в бой еще не вступают наши резервы пойдут в прорыв наступая наступление вот когда мы пойдем в прорыв вот тогда и будет весело как я обещу так почти 150 тысяч смотрит на канале фейлайф наш прямой эфир и 53000 поставили лайки так что всего лишь 14 минут в эфире так что надо понимать что все идет я ожидал что будет все хуже намного ну как уж медленнее в то же время могу сказать сразу чтобы нас не обвиняли в шапка закидательские настроения у нас действительно есть ошибки у нас действительно есть залеты куча битой техники и так далее у нас действительно есть командиры которые но не являются пока еще монштейнами и ромелями ирокоссовскими и паттонами по одной простой причине когда армия увеличилась три с половиной раза набрать профессиональных резервов и солдат очень сложно поэтому люди учатся в том числе учатся и на всех уровнях от солдата до большого командования потому что наступление такого масштаба все вооруженные силы украины не и силы обороны не проводили никогда в жизни а только дураки думают что числом очень легко воевать числом воевать очень сложно потому что это число нужно организовать снабдить установить взаимодействие чем больше единиц который надо установить взаимодействие тем сложнее а попробовать себя обеспечить логистику поэтому когда говорят что советы кого-то там давили числом ха 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 они не понимают что такое давили числом на самом деле насколько это сложно координация двух фронтов например соседних во вторую мировую то же самое здесь поэтому мы проходим свой экзамен мы обучаемся в на войне любые все ошибки оплачиваются кровь не потому что командиры предатели не потому что они не хотели не хотят и чтобы было лучше не жалеть своих солдат а потому что на войне другой цены нет любая ошибка это кровь и надо здесь понимать очень четко чего не понимает гражданский что офицер это профессия генерал и солдат и сержант которые обучаются на чужой крови на крови своих подчиненных если будет сильно много рефлексии сильно много соплей по этому поводу то все офицеры умрут от инфарктов и отвоевывать украину будет некому понимаете поэтому дайте им сделать спокойно свою работу ошибки будут они неизбежны когда движется сотни тысяч вооруженных мужиков по полям стреляя друг друга ошибки неизбежны просто неизбежно они всегда будут на тактическом уровне на оперативном и так далее но в целом все идет чуть лучше чем я ожидал раза в два уже я честно говоря еще раз повторюсь никаких новостей раньше 10 14 дня наступления кроме там кучи битой нашей техники горячей посадках и тел наших солдат не ожидал потому что я я немножко понимаю что такое наступление на подготовленную оборону в отличие от многих гражданских и даже военных мне сюда с утра сегодня пришлось некоторых военных успокоить и объяснять что не все так страшно так что в принципе все не то чтобы отлично но я же говорю средне хорошо средних а хорошо или средне хорошо и как это все идет по плану могу сразу сказать что ситуация когда противник на 4 сутки стронул резервы чем с дальних рубежей а мы еще резервы даже резерва нашего так вот курят ожидая как бы до нужного момента это очень хорошая ситуация эта ситуация которая может мечтать любой полководец погодите я закончу сейчас в короткие сроки в короткие дни недели будут очень яркие новости когда вы увидите нечто подобно на харьковской операции вырвавшийся на оперативный простор наше подразделение которые пошли широко широко затапливая до противника захватывая один за одним скорость будет изменений в сутки измеряться там десятками километров поэтому будет еще такое все будет реветь от восторга просто нужно иметь мужество и терпение спокойно дождаться этого все второго этапа контур наступления сейчас идет кровавейшая драка и надо просто держать скрещенными пальцами за наших солдат и офицеров которые идут на мины и на пулеметы вражеские это я вам скажу ну да сейчас мы поставим опрос сейчас мы его поставим этот опрос пожалуйста следите надо будет голосовать 164 тысячи на смотри 63 поставили лайки но вот смотри почему москве так принципиально важно было выкрикнуть рынок я и и совместить науки не trapped between пheenлиг и москве так что это можно узнать что он либо нет не куда никого не да ну сейчас вы азбук однако он был в полном автобусе но он был как заказал на фиг не Native азбук девчаке рыбки ну как он был невык étaient нынешним умеем ты не была снижена и то есть и потому что он был верным и честный то есть все поэтому как в этот момент он был разуме азбук это взяли там нынешне то есть вот он с cáля что им быть какой-то бы лолики азбук то есть действительно он не говорит что но для этого на азбук то есть его, и тем самым призвать прекратить кровопролитие. Что за этим на пользу? Смотри, война в философском смысле – это борьба за выигрыш в пространстве и во время. И в ресурсе. Все очень просто. И если ты можешь отщипнуть у противника там полволоска, то не надо думать, его надо отщипывать. Ну-ка, они так считают, что думать не надо. Поэтому они пока окунят железо, пока горячо. Перекрыть трагедию Каховской ЭГЭС, до сих пор перекрыть. Это мы еще обсудим, да. Воспользоваться тем, что молчат наши официальные органы, никак не комментируя контрнаступление. Забить пространство горящими Брэдли и Леопардами. Присоединить туда кучу страшных обещалок, что НАТО теперь не даст нам вооружение этот самый. И тут же американцы выделили пакет помощи на 2 миллиарда, 100 миллионов, да, и канадцы на 400 сегодня, трудов в Киеве. Давайте я еще раз напомню, как работает вражеская ЭПСУ. И вообще работает ЭПСУ. Берется ваша боль. И может украинец быть равнодушным, видя, как горит техника, в которой ехали только что его солдаты. Кстати, заметьте, западная техника очень качественная. Мы практически не видим на технике и в группе техники тел наших солдат. Да, обитая техника стоит, но она сохранила жизни солдат. Второй момент. Значит, они, первая, болячка, народ, вау, нифига себе, горит техника, скучковались, да что же мы такие же, как они, да что же мы, как под солидаром, вернее, под угли даром они наступают, да наши ничем не лучше. Это все раскачивается. Потом привязывается символическая привязка и идет этот самый удар. Ну, символическая привязка является горящая техника, а потом под нее подстраивается нарратив. НАТО не даст больше техники. Наступление провалилось. Зеленский сказал, украинцы не могут и так далее. И, конечно, народу, которого просто нервы вдрызг абсолютно от бесконечных обстрелов, от трагедии Каховского водохранилища, да, и так далее, ну, так это назовем условно, подрыва дамбы, и от всего-всего остального переживающие за своих родных и близких, а в Украине нет людей, у которых сейчас бы родные и близкие не шли в атаку. Это все, страна, 40 миллионов только кажется большой страной. А на самом деле у всех на знакомые и близкие, сейчас свои друзья и так далее. Конечно, народ переживает, особенно народ, который не понимает того, что происходит, и того, что приходится разъяснять. Я представляю, как это были глаза гражданского человека, который не понимает всех этих закономерностей. Ну да, попытались, ничего не получается, техника горящая есть, так что это провал, так что не будет никакого освобождения, так нас, наверное, после этого Запад не будет, не будет поддерживать и больше вооружения не даст, и мы так бестолково используем. Так что Минск-3, так что навсегда оккупированная территория, за что ж гибли, за что ж воевали. И этот калейдоскоп мысленно он моментально накачивается, бьет большой дубиной по голове человека, разрывает ему душу изнутри и так далее, пока не появляется Арестович Сфигин и не объясняет, как это на самом деле работает. Поэтому спокойно, граждане. Я наконец-таки снова имею возможность оказаться в той роли, в которой я был в начале войны, потому что снова критическая ситуация, кто-то должен держать линию. Так вот, я помогу вам удержать эту линию, не переживайте, мы с Марком здесь для того, чтобы вам разъяснять, как это работает. Не переживайте, там все идет не просто неплохо, а весьма и весьма неплохо. А все страшные сказки Шойгу и Герасимова, мы вам расскажем, что они значат. Они бьют вам по б***ю. Они специально били по гражданскому населению, бесконечно и бьют шахидами и прочей херней, чтобы нервы гражданского населения были вдрызг. А потом на эти нервы вдрызг накладывают страшилки. Ах, не пустят НАТО, ах, Минск-3, ах, перемирие, ах, принудят, ах, Запад разочарован, ах, там значит, этот самый, да, на украинские военные не способны и так далее. Они еще как способны. Вы смотрите сводки Генштаба. Там есть общие цифры, а справа цифры чего? Вот, в скобочках, уничтоженных за сутки. Посмотрите внимательно цифры, например, потерь в артиллерийских орудиях противника. Это вся та российская артиллерия, которая что? Начала, как это, неосторожно стрелять, думая, что вот оно, главное наступление. А потом туда немного прилетело дронов, химарсов и скалиборов, управляемых снарядом. Вот, все. Колонна есть такая интересная, в которой было 19 машин российских грузовых, ехала на помощь, а уцелела только одна. И таких эпизодов полно. Было бы желание их смотреть, а если нет, мы вам обязательно поможем. Нельзя предъявлять претензию гражданскому человеку, по которому херачат бомбами и ракетами, который бегает по два раза за ночь с детьми в коридор либо в общежитие, вернее, в смысле в убежище, для того, чтобы они понимали оперативное искусство и так далее. Не все военные понимают. Ну, так мы для этого и есть. Мы вам обязательно расскажем, покажем и так далее. И поймите, это не попытка там, как это, делать хорошую мину при плохой игре. Я говорю, как есть. Все идет на хороших 3 с плюсом, а то и на 4, а в армии 3. Вы поймите, на войне тройка, это пятерка на самом деле. Завис говорил. Все, что получается на учениях, на войне падает на один уровень. На учениях пятерка, это на войне четверка, на войне четверка, это тройка и так далее. Но это такой войне, которая есть, на такой войне, которая идет через прорыв подготовленной обороны противника. И заметьте, это армия менее сильно наступает, на армию более сильную. Вообще-то в армии более слабое государство, но более сильную. А тройка, это пятерка с плюсом. А наши действуют и на хорошую четверку. Во многих я писал, что уже вообще шестерка. Так вот по-хорошему. Так что все будет нормально. Я думаю, что нам не придется с тобой долго ждать для того, чтобы уже все улыбались, как это, от уха до... Что, знаешь, как это, улыбка растеклась по всему ему лицу и даже капала с тончика носа. Это состояние будет довольно скоро. Выдыхаете, народ, выдыхаете. Ничего черного нет. Есть только светлое, вперед. Мы освободим нашу территорию и в короткие сроки мы выйдем к морям. В короткие. Раньше, чем вы ожидаете. Ну что же. Вот опрос, который уже голосуют зрители в чате. Звучит следующим образом. Как развивается контрнаступление в СССР? В самом общем виде сформулированный вопрос. Интересно, что... Первый вариант успешно. Второй вариант неуспешно. Третий вариант, как и ожидалось. Как ожидалось, это все-таки вариант не средний, а такой, знаете, скажем, умиротворяющий. все так и должно своим чередом. Вот под таким, под такой логикой этот третий вариант сформулирован. Уже больше 20 тысяч проголосовало. Успешно считают 49%, неуспешно 10%, как ожидалось. 41%. Я призываю всех, кто находится сейчас в чате, проголосовать для того, чтобы, ну, справочно мы выяснили отношение к происходящему, так сказать, мнение зрителей. Я думаю, что это представляет безусловный интерес. Ну, и, конечно, не забывайте, те, кто к нам присоединяется, мы 20, скоро 6 минут в эфире. Ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, максимально широко распространяйте их. Это не безинтересно было по другим зрителям. Если они не знают, вот смотри, ночью украинские ВСУ нанесли удар по штабу группировки Днепр вооруженных сил Российской Федерации на Арбатской стрелке. Об этом был сообщен даже кадр, как это гостиница, там горит. Причем туда приезжал, говорят, Путин. Туда ли он приезжал? Ну, наверное, туда приезжал. Якобы чуть ли не мантру за 5 минут покинул этот штаб. Жаль, как говорится. Одним коррупционерам стал бы точно меньше. Ну вот. И, соответственно, поражен был этот штаб вроде как Шторм Шедоу. Шторм Шедоу ракетными британскими. Ну, растаянь приличная. И как бы, в общем, сгорел, сколько погибло, чего там происходило, ничего неизвестно. А что ты думаешь? Вообще говоря, какова вероятность, что сейчас эти попадания такие приличные, мы же растаянье-то от, собственно, линии фронта. Сколько они будут частыми, есть ли вероятность попадания и убийства каких-то военачальников, государственных лиц? или это уже не понятно? Шторм Шедоу уверен, что в этой вот компани, ну, как в этой операции мы еще увидим убитых российских генералов и так далее. Но я хочу напомнить, что рейд региона, вернее, рейд региона Белгородской области закончился гибелью начальника старшего пола. Это как бы при том, что там, может, две роты действовало, да, против трех полков и тем не менее. Поэтому погодите, да, это же просто люди знали, куда и как наступать, а из тяжелого оружия у них было аж пулемет. Вот, поэтому, ну, а сейчас, когда Сторм Шедоу работают, я думаю, что да, список российских генералов, склавших голову на этой бестолковой войне, как бы, да, пополнится. И нет, потому что, как это, удары по командным пунктам это существенная часть. Ну вот, мы давно же не слышали такого масштаба. Я ну чего, вывел, а просто, просто это, генералов, по-моему, не накрывали, ну, полковников вполне себе. И вот он, командный пункт, какого оперативного уровня, это оперативно-тактического, даже, это очень много полковников. И может даже какой-то заезжий генерал. Так что, будет еще. Погодите. Так, хорошо. Поедем дальше. Значит, давай вернемся к взрыву на Каховской ГЭС. Во-первых, по-моему, весь ход событий только подтверждает. Да, я сейчас даже не говорю относительно вот этих сейсмических исследований, которые вот норвежская какая-то лаборатория огласила, что были, зафиксировали сейсмоприборы. Ну, там есть же какая-то реангуляция, они как-то там, я не вот ничего не понимаю, в общем, даже объяснить не буду. Я прочитал. Ну, там какая-то, как-то они там эти сейсмостанции измеряют, они же тоже находятся не в самой Каховской ГЭС, но тем не менее, все эти трепахания, они фиксируют. Это подтверждает, что все-таки действительно был взрыв, Каховская ГЭС контролируется Москвой, они знали, что предполагается начало контрнаступления, логика, все складывается в пазл, бьется, как говорится, значит, Херсонскую ГЭС, они взорвали, я извиняюсь, Каховскую ГЭС, они взорвали, дабы предотвратить по-видимому наступление на этом направлении. Значит, соответственно, информация следующая, что 27 человек остаются пропавшими без вести после подрыва Каховской ГЭС, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. В Херсонской области фактически подтоплено 47 населенных пунктов, из них 33. Это 3815 домов на подконтрольной Украине территории, 14 на временно оккупированной, эвакуировано 2620 человек, из которых 160 дети, погибли 4 человек, травмированный в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий 11, цитирует пресс-служба МВД. Но это первичные цифры, все еще неизвестно пока до конца, в домах остался. Я слышал мнение, что не так много погибло, а что один человек это не целая жизнь? Нет, мы и так это расцениваем. но тем, кто успел говорить, а нет, ну что же это за катастрофа, когда так мало погибших? Во-первых, в свое время окошек, которые там остались, людей уже вывезли, люди жертвуют собой, рискуют для того, чтобы вывезти. Во-вторых, момент, то, что здесь же эти последствия надо понимать, они же отдаленные, как всегда, люди на отдаленные последствия плохо видят. Разрушена система орошения на юге, и общая площадь пока еще устанавливается, это значит, там пять лет не будет земледелия, минимум, ну примерно так. Ну это очевидно, это точно. А это трагедия, которая может принять уже международные масштабы, потому что это недвусмысленно, так где-то там стоит тенью, голод на Ближнем Востоке и в Африке, вернее, на Северной Африке, куда Украина поставляет хлеб, в том числе Херсон. Так что отдаленные последствия еще очень долго будут сказываться. Чернобыль, это тоже непосредственно погибло очень немного людей, но как бы до сих пор выхлебывало еще бы чернобыльскую трагедию. Поэтому это, конечно, не землетрясение, когда гибит 50 тысяч человек разного, но как бы последствий нам хватит черпать полная ложка. И надо быть полным аудиотом, думать, что это устроила Украина. Потому что никакие военные и политические выгоды, которым можно попытаться себе представить, не стоят того ущерба, которое понесло наше сельское хозяйство. Херсонские фермеры, вот с ними разговариваешь, они говорят, что мы реально уже, наверное, будем переквалифицироваться в какую-то другую профессию, потому что о никаком фермерстве в этой зоне уже речи не идет для нас. Вот и все. Кроме того, не забываем, что наши войска, конечно, механизированными бригадами бы не переправляли через Днепр, но мы бы нашли способ переправить там достаточное количество сил, которые подкошмаривали бы противника с ты, где-то поближе ко входу в Крым, чтобы было бы существенной помощью нашей операции. Потому что чмобики, сидящие в районе Токмака и Мелитополя, знали бы, что у них ты лужишь, уродят украинцы. И шок и трепет был бы, мама дорогая, мы не стали бы этого делать. Это сделали они. Они. Потому что единственное, ну как бы не, понимаешь, это вот как Боинг, который был сбит украинский в Иране в момент отражения американской атаки на Иран. Это вот, когда пассажирский самолет падает в зоне, где ведут боевые действия, первым подозрение, на что должно быть, на причину, это ведение самих боевых действий. То же самое, за день до начала контрнаступления взрывается плотина, что бы она вот взорвалась. Почему не на неделю раньше, почему не на месяц? А именно сейчас. Ну то есть, ну а кроме того, американские спутники, да, там и американцы опубликовали. Да, уже заявили. Да, и многие другие свидетельства, так что, но для меня было понятно с самого начала, но если мы уже говорим в зоне, там, медийной такой, где нужны доказательства. Доказательства, то есть, с каждым днем появляется все больше. Ну да, за ним. Больше очевидности в этом вопросе. Значит, смотри, к некоторым новостям можно считать международным. Шольц, канцлер Германии, заявил о том, что в принципе хотел бы поговорить, возобновить контакты с Путиным. А вот, Москва, отреагировал на к нам еще никто не обращался, и все такое, и все такое, но как это можно расценить? Это значит, что с ним, с Путиным, но в этих случаях, Шольц, можно выполномочен какой-то группой, товарищей, поговорить на предмет, собственно говоря, все-таки тот же относительно контрнаступления, относительно его перспектив и войны в целом. Зачем сейчас? Почему сейчас? Да, скорее всего, это продиктовано и какими-то внутрегерманскими раскладками. У Шольца, Шольца его правительство коалиционное занимает достаточно жесткую позицию, которую не все в Германии разделяют. Оппозиция, как бы, что уж далеко ходить сегодня в Польше зарегистрировали пророссийскую партию, какой-то польский депутат, пожал руку российскому послу, сказал, что мы заоткрываем Москву. На Западе достаточное количество людей, которые за диалог с Москвой, так называемый. Потому что Запад не в лучшей политической, идейной и морально-волевой форме сейчас находится. Идиотов, которые считают, что с Путиным можно договориться, хватает. Но он же не может не реагировать, коалиционное правительство хрупкое висит на волоске, он не может не реагировать, Шольц, на мнение тех людей, которые считают, считают, немцы, бизнеса, людей, что поставок для Украины достаточно, что Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО, да и вообще Путину надо дать шансы с ним поговорить. Вот нам с тобой в голову не приходит давать Путину шансы Абсолютно А он вынужден ориентироваться на своих избирателей просто для того, чтобы сохранить коалицию и эта коалиция могла принимать дальше коалиционные решения о поставках Украине, вернее Украине вооружения и военной техники. Напоминаю, что это Рамштайн на следующей неделе в четверг, а потом встреча обороны стран НАТО, а потом вильнюсский саммит. И Шольц, ну давай ты говорить откровенно, с моей точки зрения должен бросить кость тем его избирателям, которые считают, что он совсем там уже закармливать тем немцам закармливать Украину вооружением не надо, это только провоцирует войну, что надо выслушать Путина и так далее. Поэтому он говорит о диалоге. Ну просто за меры смотрят ежедневно. Показывают ему, что 65% или 35%, но значительное количество немцев за диалог. Он упоминает свои речи, диалог, реагирует на себя, посылает сигнал, что да, я открыт диалогу. Он даже честно попытается дозвониться и даже поговорить. А потом он скажет, что Путин... уже ряд заявлений сделал серьезных, не только. Он сказал про то, что Путин хочет СССР восстановить, что он не успокоится, что он уверен, что после Украины было бы продолжение, как Байден сказал. Там довольно сохраняются огромные оценки. Поэтому он с ним поговорит, конечно, скажет, что он невменяемый, поэтому Украине снова нужно дать много-много леопарда. И даст. Это часть политического маневрирования в коалиционном правительстве. Это неизбежно. Есть, конечно, политики, которые этого не делают, не делали бы, но их давно уже нет. Звали их Рейган, Тэтчер и так далее. А новые еще не появились. Я бы, например, бровью не повел бы, ни с каким Путином бы не разговаривал бы. Ну, он не я, я не он, ему лучше видно, что ему делать на его посту. Он же не в дельной князи. Он должен постоянно... Это же парламентская республика, он должен постоянно маневрировать. То есть это бесконечные споры, бесконечные доказательства, лучшие аргументы, интриги, скандалы, расследования. В этом, кстати, сила демократии. Она постоянно заставляет быть в форме. А диктаторы расслабляются обычно. Ну да. Теремическую форму, да. Вот смотри, еще одна новость, она касается, собственно говоря, ЕС. ЕС ужесточит наказание за обход санкций против РФ. К примеру, поставки военных товаров станут наказываться лишением свободы на 45 лет, а помощь подпавшим под санкции лицам в обходе запрета на поездке ВС будет считаться уголовным преступлением. Это очень серьезный прорыв. Очень серьезный. И я, как человек, который приложил к этому много усилий, чувствую сегодня глубокое внутреннее удовлетворение, которое спешу поделиться с вами. Потому что через серые схемы не только поставляются микрочипы, полупроводники и другие элементы, оборудование, материалы, которые летят нам на голову, но и которые позволяют держать на плаву ключевые отрасли российской экономики высокотехнологичны. До сих пор. Они страдают, конечно, но уровень поддержания интенсивной войны есть. Например, те же ракеты, которые летят и прочее. Так вот, строят те же самые долбанные шахеды, а мы видим, американцы опубликовали завод в Татарстане, который производит шахеды. Так вот, я знаю, как они, ну, как, имею отношение к тому, чтобы знать, как они идут, через какие страны и так далее. И по некоторым позициям выросли, например, за эту войну, на 417 лет в месяц войны, на 438 процентов. Некоторые. Не кратчевые. По сравнению с довоенным периодом. Это абсолютно ненормальная ситуация. Мы, мировое сообщество, наложило 10 пакетов санкций, в Кремле поплевывают на это и потирают ручонки, потому что они знают, что они всегда закупят. Пусть дороже, пусть медленнее, пусть хуже качеством, но в другом месте. Поэтому Запад, конечно, бесконечно превосходит их по элементной базе и так далее. Но пока Запад раскрутится, и пока все это, превосходство начинает сказываться, это все кровь наших солдат и мирных жителей. Поэтому я сам решительнейшим образом, решительнейшим образом за то, чтобы бить по рукам тем, кто реализует серые схемы. Но на национальном уровне это очень трудно было принять, потому что в западных странах бизнес управляет государством, а не государство бизнесом. И так просто западать крупные компании, частные, которые делают, что они не понимают, куда едут их чипы. Мы же типа их не поставляем прямо в Россию. Но сложновато. И вот коллективное решение ЕС. Это серьезнейший прорыв. Честно говоря, я его тоже не ожидал. Для меня это очень большой сюрприз лично. потому что уголовное преследование за вторичные санкции запрещает закрывать глазки и делать вид, что ты не знаешь, что такое энд-юзер, когда ты продаешь там чипы на Тайвань, Тайвань куда-то там в Гонконг, Гонконг куда-то еще, а оттуда там в Россию. Поэтому все уже, закрывать глазки будет труднее, объяснять бизнесом, рабочими местами и всем остальным будет еще труднее. Потому что это становится уголовным преступлением. А на Западе уголовное преступление это не предмет доблести. Это предмет потери репутации, предмет чего лишение себя. Это нарушаешь социальный контракт. Ты становишься парей и изгоем. И сама угроза, это должна произвести очень многие головы. Я не знаю, какова будет практика по этим делам, но сам факт принятия такого решения там мощнейший прорыв, которого я вообще не ожидал. Я думал, что борьба будет идти санкционная. Ну, на уровне все-таки там отдельные спецслужбы и правительства будут пинать отдельные компании, чтобы занимались фигней. Но подобного институционального решения я скажу, что европейская дипломатия действует очень серьезно. И общее европейское руководство. Я имею в виду высшее чиновничество, руководство ЕС. Это сильное решение. Так, 206 тысяч нас смотрят в прямом мире, 86 тысяч поставили лайки. И напоминаю, что у нас опрос мы проводим, как развивается контрнаступление ВСУ. Уже почти 49 тысяч уже больше проголосовало. Успешно голосуют 51%, неуспешно, 10%, как ожидалось, 40%. Поэтому продолжайте голосовать. У нас есть еще немного времени эфира, поэтому будет интересно узнать, как вы считаете, что вы об этом обо всем думаете. Ну вот смотри. Сейчас обратно мысль, я забуду, пока вспомню. Давай, давай, давай. Вильнюсе и встречаю на улицах очень много литовцев, белорусов. И обещал им всем, они нас всех смотрят, и я обещал им всем передать привет. Так вот я передаю привет всем, кого я встретил, белорусы, литовцы и многие другие люди хорошие. Не только литовцы и белорусы, но иностранцы попадаются замечательно и очень интересно. Ну и, конечно, да, Йонос, которого мы сегодня встретили, это не просто человек, это бывший телохранитель Ландсбергиса, того самого политика, которому сегодня 90 лет и который является представителем старой школы. Это такие люди уровня Рейгана и Тэтчер, которые гиганты. Он до сих пор сохранит ясность мысли и широту взглядов, глубину и авторитет такого масштаба и силу воли, что он по неволе восхищается этим человеком. Вот я сегодня с телохранителем сегодня многолетним познакомился, который защищал его еще начиная с советских времен. И я хочу передать ему, его очаровательной супруге, отдельный привет. Ну и всем остальным. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну и всем остальным. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну и всем остальным. Познакомился. Дальше. 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 это будет очень сильное решение история но она очень сильно склонить тех кто принимает решение и центры там где принимаются решения вырабатываться политика склонит к тому чтобы украину принять на то вот это решение фактически уже принято есть конечно этот самый есть конечно сроки сроки да тут как бы отдельное колеблющиеся но и это будет преодолено центральный вопрос окончания боевых действий никто страну которая воюет принимать не будет и будет заметил оккупированной территории не является территориальные споры и конфликты не является завод как это препятствия для вступления в нато это распространенный миг принимают и примут в открытые боевые действия на понятно никто поэтому я не на кто всерьез надеется что нам нарисуют дату вступления я не надеялся например у меня иллюзии таких не был нам сейчас нужно вооружение военной технике вооружение военно идей вооружение военно этим поэтому мы должны мыслить стратегически впереди 2 контрнаступленина него понадобится ех 16 много чего еще другого может еще будет 3 контрнаступление посмотрим и сколько бы их ни было это все нужно вооружение военной технике желательно быть более быстрыми темпами чем 9 месяцев которые прошли от освобождения херсона до начала этого контрнаступления и поставок вооружения и военной техники, потому что они любят длительные сроки, как и у Велосуницы. На войне все должно быть максимально быстро. Никто не успел ничего предпринять. Так вот, я надеюсь, что его подготовят быстрее. И это меня волнует гораздо больше, чем какое-то там название срока вступления в НАТО. Безусловно, нам надо в НАТО. Это принятое решение. Как бы вопрос решен. Но о сроках заговорят тогда, когда война закончится. Наши победы. А пока от НАТО нужно вооружение и военной техники. И вот тут, я думаю, будет все в порядке. И сейчас Рамштайн состоится. Рамштайн, кстати. Да, и потом саммит НАТО. Ну, а там будут сказаны слова поддержки. И даже не дежурная, а вполне себе искренне. О том, что да, мы вступаем и так далее. То, что президент будет жестко настроен, я не сомневаюсь. Он руководитель страны, у которой каждый день гибнут солдаты. Тонут граждане свои, соотечественники. Да, и дети, седя закрыв голову, руками уже полтора месяца в Киеве и других местах. И гибнут, между прочим. Как сегодня в Одессе погибло три человека, когда на обломке Шахеда упали на дом и были ранены. Поэтому ну, а чего от него ожидать? Политеса? Так он не системный политик. Он как раз и не занимается политесом, и этим он силен. Так, ну что же, мы заканчиваем наш опрос. Как развивается контрнаступление в СУУ? Звучал именно так он. Успешно. 51% проголосовал, неуспешно. 10% как ожидалось. Причем каждый может предполагать под этим свое. Как и ожидалось успешно, как ожидалось неуспешно. или сложно определиться. 39% проголосовал. 55 тысяч. 122, 177 голосов было подано. Мы завершаем опрос. Ну, вполне такой результат. Все считают успешно. Это, по-моему, вполне себе такая, в общем, существенная вещь. Пропаганда существует до того, как Фейфиген не сказал «Здравствуйте, 400» какой-то там детьми. Да? Ну, может быть. А потом одна короткая передача и нема российской пропаганды. А, это в этом смысле, да. Че, куда? С кем конкурировать? С нами, что ли? Значит, мы 47 минут были в эфире. Я сделаю последнее объявление. У нас завтра, как раз, в воскресенье, в 21 час по Киеву, в такое же время в Москве, будет эфир с Михаилом Новичем Эпштейном, известным философом, профессором Эммери университета. Мы решили такую паузу сделать, не каждый день говорить о войне, мы будем говорить о вот этой новости, связанной с появлением робота-жены, которую анонсировал Илон Маск, и осенью они начинают... Я, кстати, всячески-то приветствую. Я тоже занимаюсь на этом обществе, потому что, ну, даже с точки зрения... Мы будем обсуждать этику, этику и все остальное. Очень важно отрываться от войны и заниматься вещами в более широком контексте. Вот завтра и статью Харири в Нью-Йорк Таймс относительно опасности искусственного интеллекта и все остальное. Все это вот мы завтра будем обсуждать. Ну, все равно, политики мы коснемся, но все-таки вопрос действительно не смешной. Я вот поизучал. В общем, действительно, есть предмет для разговора, очень серьезный. Знаете, секс-роботами, значит, живые эмоции и машинные реакции. Это все, безусловно, представляет интерес. Это такой первый разговор на эту тему, хотя мы уже с Михаилом Упштейном проводили. Не пропустите завтрашний эфир. Я думаю, он будет интересно. А в понедельник мы вернемся опять к Алексею Рисовичу. Еще в 22 часа. Будем обсуждать ход военных действий. И, в общем, не пропустите. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Выше МОЛС. Выше МОЛС. Мой МОЛС всегда в этом нуждается. Я не тебе говорю, я нашел зрителям. Кто загрустил. Все идет по плану. Хорошо. Все, увидимся в понедельник. Всем пока. Счастливо. 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 Продолжение следует...